в предыдущей части мы говорили про anemic domain model про rich domain model и про domain model в частности в общем то выяснили что это такое с чем это едят в этой части будем заниматься непосредственно практикой но перед тем как заняться я вас прошу подписаться нажать колокольчик и в общем то и вам и мне будет счастье вы увидите новое уведомление а мне поможет это продвигать канал теперь давайте переключимся visual studio и начнем друзья перед тем как начать я бы хотел сказать что я создал специальное видео на котором показал как из символ шаблона создать готовый ну то есть подготовить проект к работе я уже проделал это все дошел до стадии где нужно создавать миграцию и если вы не знаете как это сделать посмотрите пожалуйста это видео ссылка будет в описании ну и в общем то давайте его закрою и начнем с самого начала и так давайте кратенько что я сделал я настроил строку подключения я удалил сборку in memory поставил сборку и скейл клиент я удалил ненужные сущности здесь у меня только как вы видите одни месседжи в общем для экземпшенов дальше я оставил permission в ему ой permission микросервис сущность и user profile и вот они в общем то лежат как раз в базе данных они нам не помешают они нужны для работы identity сервера не обращайте на них внимание и так для того чтобы начать давайте начнем например с rich domain model и для того чтобы начать нужно создать сущности и давайте с этого в общем то и начнем итак для начала давайте придумаем какую-нибудь бизнес логику какие-то бизнес-энтити сущности с которыми будем работать я говорил в предыдущем видео по этой теме что у нас будет документ давайте атака напишу документ т.си шарп запятая также у меня должен быть партиси пант . си шарпи запятая и наверняка у меня должен быть какой-нибудь документ статус наверно на основании вот этих наличие таких партисипантов мы будем ставить его статус нажимаю enter у меня создалось три сущности партисипант давайте начнем со статуса ну во первых это будет и нам ясно так его и назову и здесь будет нон ну то есть не задано значение дальше будет драфт то есть черновик и собственно говоря допустим им какой-нибудь ворк к примеру да то есть документ в работе и complete ну например да для документов я думаю что этого будет достаточно почистим комментарии писать не буду чтобы сократить видео потому что он скорее всего и так будет длинным и так у меня есть документ и теперь давайте от него у наследуемся ну во первых я могу написать проб гуид вот так вот вот айди нет айди и в общем то я этого делать не буду у меня есть вот в этом фреймворке есть нтт ой нтт чуть вас не обманул вот она лежит в этой сборке я просто постоянно пользую и в общем то если нажать вот так вот f12 то можно увидеть там уже есть этот самый гуид еще он помечен интерфейсом это иногда удобно абстракция на эту штуку строить и так у меня айди есть я хочу чтобы меня здесь был стринг какой-нибудь ну пусть будет тайт нет стринг табуляция тайтал какой-нибудь у документа обычно есть заголовок дальше что мне нужно какой-нибудь стринг пусть будет где скрипшон вот наверное как-то так ну и соответственно у меня должно быть свойство которое называется документ статус и она будет называться у меня статус и также я должен создать коллекцию ай collection хотя можно использовать ай лист я бы использовать по старо обрядческим так сказать канонам и collection который еще пошел с самых начальных эндите и это будет партий си пант партий си пант вот и соответственно у меня их будет партий си пант коллекция партий си панцы у меня могут быть ну то есть я могу их не заинклудить description у меня может быть ну а вот тайтал у меня ну быть не может это что касается задание вот этих вот изначальных параметров но так как у меня это должен быть rich model давайте для начала так я сейчас все удалю вот и давайте делаем еще партисипанте пару этих свойств ну чтобы он не совсем голый был пусть будет string ну фи его наверное не буду писать пусть будет name то есть имя имя участника да и еще сделаем string ну пусть будет description так и description у меня может быть пустой то есть нул я об этом скажу системе а здесь скажу давайте я ничего не буду говорить а начнем все-таки внедрять вот этот самый так сказать rich model да ну во первых партий си пант у меня может быть задан издалека да то есть я могу сказать что у меня name и здесь могу сказать name равно name я не буду сознательно использовать рекорды но для того чтобы сейчас все не усложнять соответственно меня name уже установить не может у меня партисипант это участник которым не может быть ну и я здесь скажу сделать вот такую штуку проверку на нул ой нет я хочу что нет я хочу чтобы меня вот этот name то есть я заношу сюда логику я запрещаю чек параметр for null и у меня здесь будет exception если это задано если пришел нул это первое что я сделал теперь дальше ну она предлагает сделать красиво давайте сделаем красиво но ему меня задается только в конструкторе description пусть не задается он меня по умолчанию ну ну то есть вот какая-то логика уже здесь появилась не давайте все-таки верну обратно так будет понятнее то есть у меня в конструкторе задается name если не name у меня обрабатывается и в общем то еще можно сделать некоторые методы давайте я их прям так и сделал public давайте string get info партисипанта и будет она выдавать string ну у меня это будет интерполяция я давайте напишу тоже по старинке return и здесь скажу вот такую штуку здесь будет name здесь ну давайте . да и здесь будет description ну опять же я очень сильно выдумываю чтобы показать что логика у меня здесь есть хотя это конечно метод такой самый простой но тем не менее в партисипанте у меня уже документ о смысле какая-то логика заложена ну единственное наверное тут нужно сделать еще есть ли у нас description ну давайте так сделаем description не-не-не-не description из ну ладно давайте тогда вот так сделаем string . из null namespace empty в общем если description у нас не задан тогда мы сделаем return просто упс ну name и все и больше ничего не будем возвращать ну вот так ой зачем я так делаю просто вернем name вот таким образом а если задано description то в общем то ну в общем я накидал немножечко ой мне предлагает visual studio да отлично вот таким образом получается что некоторые логику у нас есть даже можно сделать вот так в общем я думаю что понятно что во что превращается и таким образом с participant мы закончили у нас есть сущность у нас идентификатор есть какая-то логика ну теперь переключаемся в документ и это будет более интересный вариант ну давайте для начала разберемся с конструктором это будет очень просто у нас string title пусть будет задан из конструктора соответственно title равен title по образу и подобию и также сделаю здесь проверку чтобы он сюда ups не попадал на нул так вот таким вот образом дальше description ну теоретически я могу сюда и пропихнуть description давайте string description равно по умолчанию без без описания например как вариант и сюда соответственно напишем description не 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 description равен description в общем чтобы она тоже была задана ну и изначально я хочу чтобы у меня статус всегда был равен с документ статус in draft то есть я не позволяю использовать нам почему нам есть в общем то видео на канале почему рекомендует microsoft все таки использовать значение по умолчанию не связанная с бизнес логику то есть но она defined или типа это посмотрите это будет показательно так таким образом получается у нас когда создается документ него есть описание title тоже должен быть и обязательно ставится статус ну и еще здесь те самые партисипанты я хочу чтобы меня не были заданы изначально то есть был пустой список это тоже то есть я в документ в смысле в конструктор заложил какую-то бизнес логику даже на этапе создания дальше я не могу установить статус просто так статус у меня будет высчитываться теоретически мне для этого потребуется метод давайте с него начнем public давайте напишем документ статус get статус как вариант опять же вот это будет метод и собственно говоря вообще-то в принципе можно сделать и в свойстве давайте сделаем свойстве чтобы было нормально мне нужно вернуть статус смотрите что я хотел сказать для того чтобы посчитать статус изначально он равен драфт но как только у меня есть какое-то количество партиципантов то есть участников да то я могу вернуть вот самый этот статус на основании того что он меня уже в работе да как только какое-то количество человек подключилась к этому документу началась работа но вот таким вот образом но тут немножечко все ломается потому что я не могу выдать вот этот вот статус поэтому нужен backing field давайте откачу все назад и скажу set и так вот вот двоеточие чтобы было понятно я сделаю properties backing field то есть у меня появляется какой-то внутренний но естественно ритон ли тип который называется статус и здесь я именно его возвращаю то есть я возвращаю статус а устанавливать его я здесь не буду я его буду устанавливать вот здесь статус и соответственно когда у меня будет добавляться партисипантами эта коллекция будет естественно ритон ли или я скажу ну давайте сделаем по-человечески паблик void это партисипант и и это у меня будет добавляться партисипант вот соответственно партисипант который будет добавляться в коллекцию и я здесь буду делать проверку что этого партисипанта мне в этой коллекции нет ну во первых что там у меня как партисипант да здесь я буду тоже давайте сделаем это тоже backing field сюда заложим и сделаем это вот такой вот штуку это будет список и да вот здесь где-то здесь вот здесь у меня будет возвращаться как раз давайте я тоже сделаю вот таким вот образом вернуть партисипант а здесь соответственно мне предлагает таким образом тоже сделать так есть ли давайте проверим что у нас партисипант ну давайте проверим что но он мне не равен ну потому что задано контейнс давайте скажем так партисипант мне нужно по нейму да вот так сделаем select только ой что я там за это написал ничего себе только на и мы и если он контейн партисипант нейм который я пытаюсь завести давайте сделаем там not контейн да вот таким вот образом если не контейн тогда партисипант эдэн партисипант то есть добавляем его если там нету в противном случае мы ничего не делаем просто выходим из метода так и таким образом получается что у меня партисипанты то есть участники этого проекта они уже здесь не будут равны новую и соответственно бизнес логика закладывается так use of the property нет мне это не нужно мне давайте разберемся со статусом здесь когда у меня есть партисипанты у меня нужно поменять статус то есть если есть хотя бы один то мне нужно поменять статус после того как я добавил есть лим статус равен нет драфт ну тогда мы меняем статус на ну пусть он будет равен чё там in work давайте по-другому если два участника проекта есть то есть то есть не проекта так статус у меня где ритом ли так что на что на ругается инкремент ой ну конечно же глупость какая и участников скажем так ну дополнительный к это бизнес логика и партисипант там ну допустим каунт больше 1 ну то есть два человека участвует то тогда меняем статус и здесь у нас ритон для естественно нужно убрать таким образом получается что нам по большому счету вот это свойство не нужно она мне собственно гре про это говорит я прошу прощения что слишком много тут выдумываю ну давайте сделаем там get и правит сэт но зато вы знаете как это теперь это делается а вот этот вот статус я ставлю статус а вот этот статус главное что я не даю статус ставить где-то извне то есть я гарантирую что у меня документ будет всегда валидный то есть как только его создал у него будет статус драфт как только добавил первого партисипанта статус и не изменится добавил второго тогда изменится description будет сразу задан то есть вот это вот как бы есть бизнес логика то есть вот это мне теперь не нужно и это теперь не может быть ну тайтл я могу задать только через собственно говоря конструктор description ну давайте я тоже буду создавать его тоже те же честь контроллер вай через конструктор поэтому в общем-то он будет валидным так и пришло время подумать о том как наш документ перейдет из статуса in work в статус который называется complete это можно сделать видимо где-то извне ну давайте предположим что у нас какой-нибудь из участников может сделать этот на собственно говоря документ complete завершенным да то есть все там посовещались один говорит все я директор я буду это делать и так давайте сделаем бульво значение потому что сет статус какой-нибудь назовем и здесь будет документ я опять же очень сильно надумываю чтобы опять же было понятно что прочую есть документ статус мы будем статусу так вот мы его будем устанавливать и здесь проверим есть ли ну допустим кэн 100 кэн давайте 100 сделаем так сет статус то есть если можно поставить статус который мы передаем в этот тогда мы его устанавливаем тогда статус равен статус в противном случае мы и возвращаем давайте true раз я поставил булево значения ну то есть мы будем говорить пользователь что мы не можем поставить статус return true в противном случае return как вы понимаете false control kd и осталось только сделать этот самый метод он будет правит будет та самая бизнес логика и здесь мы сделаем по простому да пусть будет документ статус я здесь делаю по по модному до что называется я сделаю так сказать по современному я верну документ нет статус вернее я сделаю свитч и и есть ли у меня документ статус будет но он ну давайте вот так сделаем то я скажу что фоллс я не могу изменить его потому что нужно чтобы создан был документ если документ статус будет драфт теоретически я тоже не могу это сделать потому что у меня нужно чтобы были участники можно кстати сделать и дополнительные какие-то не булево значение возвращать а какую-то информацию еще какой-нибудь дополнительный текст с тем почему я не могу это сделать но это уже на вашей совести я просто по быстренькому сделал а вот если документ инворк я буду возвращать true соответственно статус может быть установлен и есть у меня документ комплит кто конечно же я тоже не могу его уже изменить потому что он завершён ну и наверное нужно сделать какой-нибудь дефолт на давайте вот такую сделаю я просто вернул фоллс вот таким вот образом и вот так вот это вот все верну но здесь конечно нужно стрелочную функцию но примерно вот такой вариант то есть что я делаю я проверяю какой у меня статус если он инворк тогда я могу поставить его в новый статус и этот статус как вы понимаете может быть только комплит но другими вариантами можно было проверить если статус равно комплит тогда установить в противном случае нельзя я опять же надумываю потому что здесь может быть всякие разные вариации то есть вот здесь вот можно сделать таким образом что есть если инворк и допустим партийс и панс там каунт там больше одного да то есть если там больше только тогда поставить но и опять же я сильно утрирую чтобы было понятно мне главное что была какая-то бизнес логика которая внутри вот этого самого документа и вот сейчас уже такое у меня появилась я могу добавить против панта могу установить статус или даже я могу установить добавить сюда фамилию там имя партиципанта проверять его наличие ну в общем придумывать можно до бесконечности давайте на этом остановимся в принципе я думаю что вы поняли о чем я хотел вам сказать ну а перед тем как запихнуть эту сущность и вот эту соответственно в базу данных я предлагаю сразу создать сущности которые называются ордер и ордер айтем и вместе но в одном скрипте сгенерировать чтобы мы могли сравнить как генериться скрипт для миграции для сущности которые анемик и которые рич это я думаю будет показательно давайте создадим сущности shift f2 и это будет ордер c-sharp запятая ордер айтем точка c-sharp нажимаем enter а ну да мне же тогда еще потребуется не документ статус а ордер статус я хочу чтобы вы поняли вообще что что к чему и откуда вы ноги растут ордер ста нет ста туз точка c-sharp так одарс ордер статус это и нам так вот давайте сделаем по образу и подобию прям чтоб очень сильно совпадало чтобы вы могли различить какие сущности каким образом создаются при анемик и при рич доме моду enter так с этим я думаю все теперь открываем документ и title description статус participant control c других у меня нету нету значит ордер открываем вставляем здесь title ну естественно должен быть сет и он у меня в данном случае не равен нул description должен быть тоже сет и он может быть нул статус может быть сет а здесь у меня будут ордер айтем соответственно ордер айтемс и здесь у меня тоже будет а так вот геттер и сеттер ну тут можно принципе еще virtual поставить на всякий случай вот и здесь в документе я тоже поставлю виртуал ну не скажу почему не буду угадать пишите комментариям а я скажу да или нет так и ордер а там у меня похож на партисипанта здесь у меня есть name и description собственно order item мы сделаем тоже name и description единственное что identity здесь и где у нас ордер identity здесь как вы видите у меня они практически совпадают и единственное что у меня ну давайте я вот так вот покажу ордер и вот он ордер айтем и ордер вот таким вот образом вот и так у меня есть нам статус и неинтересно они слишком простые есть документ есть ордер это у нас собственно говоря давайте вот так это у нас рич домой а это у нас анемик то есть анемичная пустая гола если хотите партисипант у нас тоже здесь есть и это у нас рич а это давайте тоже здесь почистим красоту наведем нет красоту мы видим вот и здесь таким же образом это у нас анемик это у нас рич ну и в общем то теперь что нужно сделать теперь нужно добавить всю эту трехом все вот эти вот сущности в мой интерфейс я делал этот интерфейс для абстракции на текущий контекст принципе его можно не использовать надо понимать что идти пенсии фреймворк сам по себе является абстракции для доступа к базе данных и абстракцию на абстракцию это как бы чрезмерно но когда-то это делалось в общем то пусть так и останется я сделаю здесь так д б сет на давайте давайте скопирую чтобы вот так вот было проще control в здесь у меня будет документ и соответственно это будет документ это у меня будет соответственно пар партисипант и здесь соответственно будет партийси панс но и по образу и подобию я вот эту штуку сделаю с вашего позволения копию и просто напишу здесь order и соответственно здесь будут orders здесь так надеюсь пробел поставить а здесь будет у нас order item и здесь соответственно order items order items ну вот так вот это примерно выглядит то есть я добавляю сущности давайте проверим все ли нормально и ордер у нас есть идишник да в принципе все нормально теперь что нужно сделать дальше это сгенерировать миграцию я напоминаю что мне еще пока нет ни одной миграции я как раз в том видео в котором готов при подготовительное дошел до миграции и теперь создал сущности я хочу чтобы у меня в миграцию сложились непосредственно те сущности чтобы их можно было в одной миграции сравнить не убегая далеко и так мне нужно написать add migration и она будет называться и не шоу ну вот так вот ну сейчас она мне покажет ошибку потому что мне нужно выбрать дата проект ну и где вот нет у меня тут имплементации нету да ну конечно же группка не конечно эта фигня получилось прошу обращения да я хочу имплементировать как раз этот интерфейс и вот мои сущности здесь давайте вот эту штуку вниз опустим и вот таким вот образом сделаем теперь у меня в аппликейшн дб контекст то есть дб контекст есть как раз эти самые сущности и я давайте я все таки выберу сразу дата потому что именно там у меня находится в аппликейшн дб контекст я нажму и не шалайс и посмотрим какой скрипт у меня сгенерируется ну что ж друзья и про старуха бывает порноха я даже рад что это приключилось и так у нас документ не содержит конструктора не может замапить description title в общем это очевидно это вернее не очевидная ошибка надо ковырять и смотреть давайте начнем с самого начала и так документ у нас identity есть это уберем дальше order identity есть order item identity есть ну то есть идентификатор это primary ключ по которому entity framework умеет строить связи автоматические партизи по а вот давайте начнем с этого у нас здесь нет identity и попробуем теперь сделать повторно операцию создания миграции я думаю что это будет интересно запустим так отлично теперь нам нужно прибегнуть к свойствам так документ остался это и остался переключаемся в документ order order item в принципе пока не мешает давайте посмотрим что у нас здесь может быть ну во первых description у нас наверняка нужно сделать primary set это как раз те самые издержки которые усложняют разработку при так называемый rich domain model я думаю что уже заметили давайте переключимся на participant здесь у нас тоже правит но я это делаю обычно и поэтому вам сейчас то же самое показываю сейчас будем искать где чё поломалась почему на них не может собрать ее я думаю со временем точно разберемся видео на несколько часов ну что ж перемотайте о смотрите на самом деле как бы все сработало ну вот вам в общем то я ответ почему эта штука не сработала ей не хватало править сетов сеттеров чтобы она могла установить данные прочитав их база данных и так давайте тогда смотреть елки-палки не получилось затянуть видео давайте начнем с самого начала так это нам не нужно это нам не нужно это не нужно это как раз вот документ и у нас есть еще ордер смотрите как все интересно получилось ну во первых у нас документ и ордер имеет идентичную структуру и как вы видите они никак не отличаются ну единственное что мы у нас есть незаданные параметры это чуть позже таким образом получается что они анемичная не rich model они не влияют на структуру хранения базе данных то есть она как создавалась одинаково так и создается ну во всяком случае я так вижу дальше у нас есть еще где-то тут давайте найдем вот participants и у нас есть ордер а это смотрите здесь на самом деле у нас партисипанты отличается только тем что у нас есть документ айди а здесь ордер айди тоже добавился автоматически то есть эти фреймворк умеет автоматом находить зависимости даже если учесть что я их не поставил обратите внимание ордер айтем не содержит никакого ордер айди и соответственно доку партисипанты не содержит собственно гряд от документа иди но базе данных данных они создались автоматически и надо понимать что если вы захотите использовать документ айди то в общем то его нужно добавить в модель я это собственно гря собираю сделать чтобы свойствами навигации можно было ходить туда-сюда обратно как говорится в одной известной пословице угадайте что это за гони пословица загадка угадайте что это туда-сюда обратно обоим нам приятно ответ потом в комментариях скажу смотрите давайте добавим документ айди и ордер айди и некоторое количество создадим настроек для того чтобы это сделать давайте сделаем следующее remove то есть я без применения вот этой самой миграции могу ее удалить теоретически у меня сейчас должна быть ошибка сейчас проверим будет она или нет я мог ошибиться с подключением к sql серверу насколько я помню там другой порт да видимо она сейчас долго долго будет его искать и не найдет давайте я сразу перемотаю это ну давай уже останавливайся да да не может найти network я скорее всего немножко проперся вот с этим у меня локально стоит 44 и это важно потому что для того чтобы удалить какую-то миграцию ей нужно проверить наличие миграции в базе данных миграция удалилась ну и как вы можете сообщить как вы можете видеть вот и не шел сейчас отсюда удалиться все у меня миграция нету таким образом мы создали миграцию посмотрели каким образом будет создана база данных как ауди конфигурация не понравилась нажал remove и у нас опять чистота и порядок ну и теперь самое главное нужно создать model configuration для каждой сущности я хочу сказать что у меня уже есть в шаблоне вот эти вот предопределенные базово абстрактные идентифика так там identity type конфигурации и аудита был для тех которые наследуются от аудита был и так я буду использовать от identity который и это делается очень просто давайте все по закрываем и создадим новую конфигурацию давайте создадим сразу четыре файла первое это будет документ модул конфи фигурэйшен си шарп запятая кто там партии си пант модул конфигу давайте по одному что-то я переусердствовал по моему с количеством значит они у меня односледованы все этой ой дэн тити значит я смогу применить ой дэн тити модул конфигурэйшен бэйс здесь указать какой документ документ у меня вот таким вот образом и сделать вот такую штуку да хочу и таким образом у меня документ модул конфигурэйшен создался так удалим ненужные ненужности и теперь я могу сделать давайте пока одинаково будем делать я хочу что у меня складывалось это все в таблицу которая называется до ку документ здесь мне нужно сделать настройку полей для этого нужно билдер и так что делает этот identity ups модул конфигурэйшен давайте нажмем в 12 я объясню здесь уже автоматически создается в какую таблицу складывать вот она верает здесь уже задается айди свойство которое является ключом и пропить и айди ставится реку арты остальные можно вот добил дить в общем то вот этим я буду делать я скажу что property ну с названием name по моему не летает алтай тал наверно да тайтал ну конечно то это имеет ну во первых х с макс ленк но пусть она будет там 50 символов из реквары значит обязательно дальше мне нужно свойство description и она пусть будет там тысяча символов пусть будет и она не реквары или false можно поставить скобках дальше мне нужно свойство которое называется так participants нет айди за задано description статус статус у меня тоже реквард но вообще и но он тоже будет показываться но во всяком случае но сюда не пролезет ну и еще мне нужно сказать что у меня билдер то есть документ имеет мы не свойство которое у нас будет соответственно participants вот ну это как бы мы задали одну конфигурацию теперь я ее так вот control c control в здесь напишу что так во первых вот это нужно закрыть мы здесь я напишу что это у меня теперь конфигурация participant participant нажмем enter нажмем enter здесь поменяем на participant скопируем здесь вот так вот ставим здесь тоже вставим и теоретически у меня здесь немножко другие названия name но тоже пусть будет такой же штукой этого нету давайте добавим еще вот что все таки participant я добавлю свойство которое называется документ айди чтобы была привязка это будет будет губит документы свойства навигации хочу добавить чтобы можно было у партищиком то спросить какому ой да партищиком то может спросить какому документу он привязан ой документ так 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 айди ну и еще такое же свойство одно создом но уже с типом документ это будет свойство навигации до документ вот так вот и вижу и entity фреймворк их прекрасно между собой свяжет соответственно мне нужно еще в order item создать что-то подобное проб гуид ордер ид и еще раз его скопирую и здесь просто напишу ордер и соответственно ордер как вы понимаете entity фреймворк нужно это распознать и в структуре это изменится более того я теперь смогу задать вот здесь вот о документ айди обязательный has many participants так это кто у меня participant нет такого нету но у меня здесь зато есть это в общем в entity фреймворке можно задать связь только с одной стороны если здесь напишу has one has one и здесь укажу что здесь будет документ этим самым я задам равнозначную и нужно будет указывать дополнительные параметры при разруливании на удаление записи поэтому я это не буду делать и вам настоятельно не рекомендую так посмотрим какие у нас тут еще свойства есть документ айди обязательная name description документ айди get info это не метод все с этим все понятно единственное что мне осталось поменять вот здесь вот партий си пант в какую таблицу будет складываться сущность participant ну и по образу подобию мне теперь нужно сделать то же самое для ордера control c control в нет вот это мне нужно открыть для начала я ее сразу переназову ордер нет ордер здесь у меня будет ордер и вот так вот скопирую вставлю сюда и здесь control v orders и соответственно есть партиципантов не будет у меня здесь будет ордер items и вот как-то все вот так вот получается так надо проверить что у нас так одинаково называется давайте сделаем так ренейм хорошо и теперь возьмем ордер ой партиципант control c control в дабл клик здесь напишем ордер ой там скопируем его по-быстрому вставим так вот нет чудо не скопировал control c control в сюда тоже в и соответственно в items вот теперь у нас здесь будет не документ иди а ордер айди вот таким вот образом так что у нас там еще осталось так ордер правильно name name нас есть description есть где за указано и теперь осталось проверить чтобы у нас в ордере был все нужные свойства сейчас еще раз так вот хоп тайтал с ордер этом description все есть но и теперь в общем то как вы понимаете нужно это конечно переименовать нужно запустить новую генерацию миграции я вот это удалю чтобы мне не мешалось теоретически можно сделать это все но напрямую используя вот этот вот и nt type configuration и в общем-то задать все свойства вручную я использую потому что это удобно вы собственно игре как хотите так и делайте давайте сейчас по закрываем все мне где-то есть специальная кнопка переключимся сюда и создадим снова так вот это migration и нишу сейчас мы должны увидеть ту же самую миграцию но уже будут заданы свойства и у нас появились дополнительные свойства навигации которые позволят ходить между сущностями прям в процессе работы с данных вернее процессе работы бизнес логики у нас создалась миграция вот мы сейчас посмотрим давайте дойдем до ups до документа это юзеры спины это вот participant так ладно пусть будет participant и order items мы видим что ничего не изменилось кроме того что появились теперь уже величины то есть размеры непосредственно данных колонок с данными которые будут использоваться для хранения и где-то здесь еще должен быть документ так давайте поищем документ не 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 control f документ вот и все а вот наверху я видимо пролистал да вот документ мы тут смотрим что соответственно 50 100 статус primary key и orders ну в общем то то же самое теперь у меня в собственная гря база готова генерации давайте его сгенерируем для того чтобы сгенерировать базу данных нужно пойти снова в консоль давайте я здесь все очищены пишу апдейт тире дата бейс и в общем то нужно нажать enter и немножечко подождать давайте пока откроем дата грипп это один из клиентов который может работать с базами данных я могу показать что у меня сейчас здесь нету никаких баз данных successful build и база превращается до база превратилась смотрим как ее назвал давайте обновим схемы вот она появилась и можно посмотреть что у нас здесь появилась опять же только для того чтобы сравнить что не rich model не anemic model теоретически никаким образом не влияет на то как в общем то генерится база данных они так и так работают поэтому можете использовать либо тот либо другой подход и вот наша база данных вот мы видим документ все получилось как мы загадывали есть orders то же самое и orders item соответственно и participants ну а теперь давайте сделаем какой-нибудь контроллер который собственно говоря в котором собственно говоря используем этот бизнес логику и мы посмотрим как это будет работать для этого давайте для начала все свернем давайте откроем контроллер ну давайте создадим итак у нас есть документ нет документ контроллер c-sharp файл и он будет наследником контроллер теоретически можно сделать контроллер base потому что потому что этого будет достаточно и в общем нужно будет указать road давайте я вот таким вот образом поступлю скопирую чтобы сэкономить время соответственно ставлю документ таким вот образом и теперь мне нужно сделать какой-нибудь метод но давайте для начала для начала давайте сделаем конструктор в который опустим ай юнит 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 все-таки а юнит о ворк это сборка которая помогает работать юнит о ворк добавим ее смузь филды вот и даже вот таким вот образом вот и теперь нужно добавить какой-нибудь метод ну пусть будет давайте сделаем create документ и здесь окей вернем так но здесь мы скажем что нам нужен стринг ой смысле name вот и здесь нам нужно сказать следующее вар документ мент равен new документ вот таким вот образом и теперь нам сюда потребуется ввести тот самый name ну пусть будет то это он им неважно description пусть будет при будет без описания не будем усердствовать теперь нужно этот документ нам добавить партисипантов и у него будет какой-нибудь ван я не знаю неважно и этот партисипанта мы добавим к этому партисипанту в смысле к этому документу и давай вот так вот сделаем control-r participant 1 и 2 скажем пусть он будет 2 опять же только для того чтобы проверить как работает бизнес логика и смотрите я сначала сделаю вот здесь вот документ get как-то там я называл статус вар статус во первых мы увидим статус во вторых документ sets set статус попробуем установить какой-нибудь документ статус complete вот и соответственно примем это значение из complete вот чтобы тоже было понятно и потом после этого в документ добавим 2 упс второго партисипанта и сделаем собственно говоря тоже самое ну да статус давайте тоже 1 complete 1 здесь 2 2 и и в общем я думаю на break point ах это сделать но помимо этого я хочу еще создать один метод который вернет документ get нет так вот get документы с чтобы он вернул все документы теоретически можно конечно сохранить базу данных но суть вводится к тому что нужно понимать как бизнес логика работает поэтому теоретически можно сказать unit work get репозиторий который называется документа вар давайте просто сохраним его вот так вот insert async и скажем что мы хотим сохранить документ вот я не буду делать каких-либо проверок я просто хочу чтобы это попало базу данных теоретически конечно нужно предусмотреть всякие ситуации когда сработает или не сработает здесь нужно сделать и вы соответственно это сделать таском и вы не так написал ухты ёшкин кот привейт вот таким вот образом то есть это попадет базу данных но еще было бы неплохо проверять наличие давайте уже до конца сделаем вот таким вот образом я скажу что это control x вар репозиторий я просто не хочу документы с одинаковым именем запихивать базу данных я скажу что у меня вот здесь вот есть репозиторий а вот здесь я скажу что этот самый репозиторий используется здесь save change и перед тем как проверять я хочу сказать var exist ну давайте вот так вот exist это значит из репозитория first нет first default и напишем xname а там у нас title да ну ладно пусть будет title давайте игнорировать to low case equals ну пусть будет к чё там name to low то чтобы размер в смысле как это называется там чтобы заглавные прописные буквы не имели значения так что она тут нам говорит дефолт давайте вот так сделаем здесь это уберем чтобы она была красивенько и сделаем weight и получаем сюда так что она начала ругается да наверное это предикат вот таким вот образом и у нас здесь будет экзист и мы скажем есть ли экзист то есть мы нашли это свойство она не равно ну или давайте по-модному напишем is not ну тогда ритур ну ритур ну ритур ну давайте напишем в данном варианте bet request чтобы сэкономить время без всяких враперов и все такое все бед request но здесь можно написать кстати all ready exists то есть уже есть и соответственно здесь у нас документы получаются где-то у нас тут есть репозиторий давайте вот сюда вот уже получим здесь мы никакие логики не будем делать есть мы вот таком репозиторий get all скажем так ту лист да мы просто выведем а здесь нужно поставить true что мы будем только на чтение использовать где-то тут был подсказка не он вот дизейбл трекинг мы поставили true что да не нужно ничего нам из базы дергать давайте эту штуку запустим для бряка стоит даже давайте вот сюда бряку поставим и запустим так у нас стартанул проект теоретически у нас она контроллер не закрыт никакой авторизации поэтому можно не авторизовываться и я нажму документ давайте создадим документ нажму try какой-нибудь name ну пусть будет документ один ну и в общем тут суть свой судится к тому что у нас сейчас бизнес логика не отработает потому что у нас изначально неправильно так что я нажал да вот мы получили репозиторий мы получили экзист нул потому что у нас этого так давайте в 10 нажимать потому что у нас нет его базе данных мы его теперь создаем мы создали партиципанта 1 и партиципан 2 добавили к документу на сказать что документ у нас уже имеет правильный статус изначально драфт надо смотреть когда мы добавляем партиципанта меняется у нас на статус а он у нас меняется когда больше двух партиципантов соответственно если мы пойдем дальше в 10 то есть как вы понимаете у нас статус драфт не изменился потому что всего лишь один партиципантовый теперь мы пытаемся установить статус соответственно он фолз потому что не установлен нужно чтобы было то есть логика уже зашито непосредственно в саму думаю надо ли она работает теперь мы добавили второго партиципанта проверяем статус и он делать f10 и как вы видите он уже in work соответственно мы теперь попытаемся завершить документ set статус я сделал еще раз и у нас сюда возвращается теперь труп потому что можно его завершить ну и соответственно документ якобы отработал и я понимаю что это как бы должно быть теоретически в разных методах разный бизнес процесс он я все в один запихнул и теперь мы запускаем это до конца соответственно здесь бряка не нужно отпускаем вот и у нас документ создан давайте попробуем теперь с документ один еще раз пройтись быстренько это естественно не получится потому что документ у нас уже такой существует вот сейчас пройдет до бед реквеста как вы видите он действительно не зашел туда вот сообщение уже already exist теперь это можно свернуть и теперь хочу давайте создадим документ 2 например пусть он тоже в одном методе пройдет быстренько все процессы больше мне здесь бряка не нужно и соответственно я теперь могу получить список документов есть прям нажму на кнопочку я это сделал но и как вы видите вот мне один документ вот у меня второй документ кстати вот не подключены и партисипанты давайте их подключим стоп и нам нужно их просто вывести для этого нужно что сделать вот get all include get all сейчас вот сюда поставим нажмем include вот мы сюда добавим то что нам нужно заинкудить это партисипанты и запустим давайте без дебага чтобы это быстрее запустилась просто нажмем кнопку посмотреть что у нас находится в базе данных и пока она грузится я хочу показать что у меня здесь базе данных в таблице документ так что-то у нас она и болту что и болту старт наверное нужно восстановить и запустить заново и тем не менее да смотрите есть документы есть в 4 партисипанты то есть есть вот они все тут есть ну и что-то у нас кастряло не стартует не успел ну хорошо вот он стартует отлично открываем и запускаем еще раз на выполнение метод get документ и он не работает пози был лоб джек сайку ну да смотрите потому что у меня партисипантах есть ссылка на документ а документе есть на партисипанты здесь есть некоторая рекурсия теоретически это можно настроить с реализацией в джейсон но поверьте на слово что есть эти партисипанты мне не охота тратить на это время давайте это останется вашим домашним заданием как это можно сделать подсказываю что можно сделать это через атрибут можно через джейсон можно еще еще одним способом вот угадайте каким такс ну давайте теперь поговорим о том что мы сделали мы создали анемикой мы создали рич модул дома дома документы партисипанты и заложили в них бизнес логику и получилось что у нас такая логика она как бы привязана непосредственно к самым объектам то есть я не могу в документе например в объекте документ вгрузить сюда партисипанты включить логику например я не могу сюда добавить теоретически конечно могу но мне тогда нужно будет сюда этих партисипантов загружать откуда то есть у вновь созданных объектов я их могу добавить а у тех которые нет есть некоторые нюансы обработки нужно понимать тем более если мне потребуется какая-нибудь бизнес логика из другого процесса мне нужно тогда инжекте это через конструктор или другие механизмы или свойства какие-то создавать или в общем это немножечко сложнее хотя на самом деле удобнее почему удобнее потому что мы сразу в логике для объекта документ для объекта партисипант задали все нужные параметры нам ну вот для простого варианта отработать сейчас утверждают что и для сложных вариантов это работает но опять же это в крайнем случае можно сделать все на резиновой модела как только она перестанет работать или удовлетворять можно перейти на анемик модул но это уже будет сложнее в общем тут суть сводится к тому что для ddd можно использовать этот и другой вариант и теперь давайте переключимся на анемик думаем модул в общем-то на те самые ордер и ордер а этом то есть как бы я вот эту логику которая сейчас реализовали в документе до сделал бы например для ордера и так поехали итак я создал ордер контроллер собственно говоря по образу подобие как он был до в документ контроллере ну и методы которые будут пустые которые мы будем заполнить так первое что нужно сделать нужно создать ордер по тому же принципу что и документ обратите внимание что здесь мы сразу создаем ну давайте я так и сделаю сейчас таким образом с проверкой чтобы опять же сократить немножечко время на видео здесь у меня соответственно будет ордер да мне уже подцепить его и мне здесь сюда нужно тоже получить стринг видимо name название и если он есть вроде и все отлично теперь дальше что касается вот этого вот но давайте я тоже это скопируем и попробую сделать это здесь раз у меня здесь есть ордер мне в принципе ничто не мешает у меня на и монету теоретически я могу это создать вот таким вот образом так секунду new order а title точно то это у нас есть там name и в общем то я также могу создать ордер а этом и еще один ордер а этом будем придерживаться той же самой логике и здесь у меня тоже ничего нету но мне их придется создать немножко выше соответственно это будет ордер это будет ордер а этом один и это будет ордер а этом 2 соответственно но и таким образом я могу здесь сказать что у меня ордер а этом это будет нею листов ордер и сюда могу сказать ордер а этом ордер этим 1 запятая ордер а этом 2 ничто сейчас мне не мешает это сделать но смотрите мы же по порядку добавляли ордер а этом 1 ордер 2 давайте сначала проверим статус документа так вот чтобы этим статусом давайте пока 11 уберем и в общем то здесь у нас у этого ордера вар давайте чтобы можно было посмотреть при дебаге статус равен собственно говоря ордер как вы понимаете статус ничто сейчас не изменит этот статус теоретически мы должны сделать какой-то менеджер который установит собственно говоря этот статус или мы можем статус установить вручную таким образом давайте скажем так вот ордер статус равен то есть ничто сейчас не мешает его поставить там in work даже несмотря что мне только один собственно говоря есть ордер этом который привязан к этому ордеру что это значит это значит что здесь в общем то может твориться полная анархия что дает вот этот подход он дает какое-то соблюдение каких-то правил какой-то логики каких-то бизнес правил и собственно говоря бизнес логики вы не можете обойти это потому что он зашито внутри но вот при таком проходе то есть она имеет домой моду она дает как плюсы так и минусы минус в том что любой разработчик любое место может влезть и добавить любое значение любого свойства это большущий минус как бы например в общем-то поступил я в этом случае ну во первых я бы создал инфраструктуре какой-нибудь там так что у нас там есть но пусть будет какой-нибудь ордер сервис сделал бы его собственно говоря что мне тут нужно мне нужно создать ордер давайте я так и скажу паблик ордер create ордер ну хотя можно вот так вот сделать о чем речь идет то есть для того чтобы правильно написать вот этот функционал нужно прибегнуть к паттернам например builder или factory да то есть то что как раз мне позволит вернуть тот самый ордер то есть логика вот создание например документа вот здесь мне требует непосредственно название какое-то задание какой-то установка статуса теоретически это могу сделать и вот в этом сервисе или давайте его назовем ну пусть не сервис не сервайс сервис до сервис пусть он называется менеджер ну манагер пусть это будет какой-то манагер который кред или ордер билдер но билдер он видите он только билдит а мне менеджер он будет создавать и здесь я могу сказать вар ордер то есть вот это вот все где он вот я могу перенести сюда но другое дело что я не могу заставить других разработчиков использовать это и собственно говоря это одна из проблем почему анемик она вот модул вот такая вот как бы гибкая на настолько гибкая что ее можно принципе даже игнорировать ну и сюда мне нужен какой-то ордер соответственно ордер этом у меня будет здесь создаваться новый в общем в кривых руках и калькулятор зависает на просто уметь этим пользоваться это как бы без вариантов ну и соответственно return ордер я тут наверное еще пару свойств поставлю ордер по умолчанию статус равен кто там у нас драфт и что там ордер еще что-то там было description но пусть нас в этом тоже будет какой-нибудь без названия ну вот такой вот вариант как как вариант и в общем то все сводится к тому что вот эти самые функции которые я внутри создавал мне нужно вынести в отдельную да то есть у документа есть там и получение добавления вот есть participant соответственно ордер manager давайте его переименуем правильно чтобы я вы не терял на закладке мне сюда нужно добавить public соответственно какой-нибудь ну опять же ордер пусть возвращает до который будет там append или там это короче пишется ордер нет ордер а этом и соответственно ордера это давайте вот так вот просто назовем и соответственно здесь мне нужно сказать что здесь мне нужно передать ссылку на этот самый ордер ой то есть здесь я правильно писал пусть будет ордер и мне нужно добавить ордер а этом а это вот так вот соответственно мне здесь нужно что сделать мне нужно к ордеру добавить нет 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 не нужно ордер но то есть не нужно сделать то же самое валидации что было и вот здесь то есть проверить что такого ордера нету давайте я скопирую опять же чтобы сэкономить время я вот так вот нажму и скажу order . order items вот и здесь мне нужно тоже и айтем чтоб точно такой же не добавлялся name и соответственно order . order items я думаю что вы понимаете что происходит и соответственно здесь нет ордер собская статус мне нужно поставить драфт если ордер ордер items ну конечно же нужно все проверки включить чтобы действительно там был ордер собрать там не был пустой и на это нужно потратиться по времени собственно говоря чтобы это все реализовать вот примерно вот таким вот это образом работает и раз мы должны вернуть ордер мы ордер ставим и говорим риту ну давайте его не будем возвращать ничего я просто скажу здесь будет на данный момент мне это в принципе устроить ну как вы понимаете вот это может быть в одном файле вот это может быть в другом файле это в одном бизнес-процессе вот это в другом бизнес-процессе и это плюс потому что вот этот вариант может быть только в одном потому что она работает непосредственно с этим есть и другие паттерны которые можно использовать например там как он называется то господи не помню посетитель и тогда тут другая немножко будет реализации но суть сводится к тому что и вот такой вариант и вот такой вариант они будут работать таким образом я могу вот это вот сказать что у меня ордер будет ну во первых мне нужно заинжектить сюда это опять же магия вот этого самого о депутанте инжекшена ордер манагер ордер манагер enter да хочу но для того чтобы это еще все заработал мне есть где-то депенденте контейнер да где-то же есть application нет где-то здесь давайте а вот он депенденте инжекшен кастом регистрейшен мне нужно его зарегистрировать вот сервисы пусть здесь будет на почему я сервис переименовал в менеджер но на самом деле не знаю просто сервис с . до транзиент таким вот образом я поступлю чтобы он просто был зарегистрирован тогда он сможет инжек титься и вы здесь его получил и соответственно могу создать этот ордер уже вот таким вот образом create ну и мне нужно здесь добавить название пусть будет one или что там ордер не знаю номер 37 неважно и статус у него уже здесь будет валидный и соответственно статус мы сможем проверить дальше мы можем создать партисипантов ну вернее ордера это спрошу прощения и опять же для ордер items может быть свой сервис который может быть в другом сервисе или в другом бизнес-процессе в другом микро сервисе и собственно говоря вот это можно и юнит тестирования разложить на это тут с точки зрения где это должно лежать имеет смысл потому что вот эти все настройки которые придется вам дописать они собственно игра будет сводиться к тому чтобы вы написали один и тот же функционал но немножко потратив на это разные количество времени ну и так давайте тогда ордер а этом что у нас там есть нет и так я хотел сделать я хотя вот это стереть написать ордер у нас тут нейма нету вот почему но ладно пусть будет description description будет one а здесь соответственно description будет ну пусть будет ту вот такой вот компот и соответственно я теперь могу вот к этому ордеру вернее так ордер манагер append или чё там этот ордер а этом ордер соответственно а этом один и что-то там нет сначала мне нужно указать ордер то есть куда и чуть ниже я добавлю еще ордер 2 и давайте статус мы отсюда уберем но в общем я думаю что вы догадались да что можно статус поставить и так и через бизнес логику и в этом есть некоторые плюсы и минусы но все хорошо в мир надо просто научиться этим пользоваться и соответственно давайте сделаем таким образом вар так давайте проверим как у меня работает в документе и проверка статуса вот нет 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 вот set статус но я хочу это сделать свое менеджере опять же по образу и подобию чтобы симулировать тот же самый функционал который был сделан для документа и я также хочу это сделать для сравнения и в этом менеджере хотя опять же повторюсь это может быть в другом месте так здесь ордер мне нужно передать соответственно к чему я привязываюсь ордер ордер запятая и здесь соответственно точка и здесь у нас будет ордер . ордер items опять же напоминаю что здесь нужно делать кучу проверок что это не равно ну и в общем все может случиться в данном варианте здесь также нужно написать ордер с маленькой буквы но с точкой здесь нужно добавить ордер запятая и соответственно сюда мне нужно передать сам ордер запятая и ордер статус и в общем то вот таким вот образом у меня получится тот же самый функционал давайте проверим так у нас есть ордер менеджер сайт статус мы можем сказать ордер статус от проверить правильно ли там использовал документ статус нет здесь должен быть ордер статус и здесь соответственно тоже опять же напомню что все это может работа делан так стать статус почему потому что видите дыма ордер статус не может быть документ статус какой документ и так видимо у меня в ордере стоит да здесь нужно тоже поставить ордер статус и соответственно закрыть да хочу ну и здесь везде соответственно тоже да ну и таким образом получается что у меня логика уже может находиться каждый метод может находиться в нужном сервисе и проходить поэтапно валидироваться юнит тесты это дает некоторую свободу в создании приложения но опять же это свобода чрезмерно потому что я могу здесь чрезмерно она в том смысле что я могу указать здесь любой статус прям вручную и допустим избегая вот этот вот функционал который я в общем то написал так что у нас тут статус ордер статус ордер control минус и мне здесь нужен соответственно ордер запятая и давайте я попробую здесь это сделать еще раз но я думаю что на самом деле наверное уже понятно да что я имел ввиду ну и давайте еще вот так вот сделаем control c здесь делаем control в только здесь мы сделаем ордер и давайте не будем инклуды включать я думаю что вы тоже уже понимаете что как это работает теоретически должен быть какой-нибудь viewmodel который маппится маппер позволяет избежать вот черт бери я проговорился ну ладно будем считать что вы этого не слышали но в комментариях все равно отпишитесь и таким образом у нас получается что нам осталось как в этом сделать еще вот вот такую штуку сохранения и в общем то я могу это сохранить прям в ордер сервисе или в ордер менеджеры создать и просто при сохранении наполнении наполнить его то есть тут гибкая логика получается ну и давайте я это сделала здесь потому что у меня уже ю никто ворк здесь есть и давайте поставим бряку и запустим с дебагом итак у нас уже запустился проект и в нем должно быть два контроллера соответственно давайте проверим что у нас есть подключение к базе да действительно есть теперь нам нужно создать ордер ну займем ему ордер пусть будет вот так вот ордер один теперь мы пошли по коду мы проверили его в базе нет в общем все то же самое вот мы создали новый ордер но им надо было конечно взять отсюда я прописал вручную ну фиг с ним я думаю что так все понятно статус у нас сейчас драфт даже понятно что у нас статус уже был изменен в этом методе и если бы я вручную создавал каждый из объектов то на самом деле было бы фигня сейчас я добавил статус в ордер один общем ордера этом ну и как вы понимаете это тоже самое что и с документом работает по такому же принципу после того как я сделал первый статус он у меня не сработал остался в драфте сейчас я добавил еще одного партиципанта и говорю проверить статус мы проверяем и он должен быть уже in work нет он не стала work давайте вот таким вот образом чик и сделаем f11 вот и теперь проверим почему он у нас не установился так у нас ордер 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 айтемс больше а еще не больше все понятно тогда почему он не установился отсюда выходим и идем дальше ордер айтем у нас сейчас айтемов почему-то один потому что у нас ордер айтем почему-то не раздавать проверим x вот до сюда я опущусь что такое и в 10 итак у нас ордер сейчас пока не содержит теперь содержит поехали дальше добавили еще один попробовали поставить статус он комплит давайте я вот так сделаю статус драфт ордер вот так вот теперь мы видим что у нас статус драфт ордер с 1 нажимаем дальше мы добавили теперь в ордер одного айтема где 1 а а вот он почему-то не добавился давайте попробуем добавить f11 теперь попробуем добавить ордер айтем селект у нас какой name one давайте тоже сюда а мы name сравниваем а у нас ордер айтем сообщение монет так давать допишем немножечко логику name ордер айтем почему ордер потому что у нас здесь ордер ордер айтем f12 ордер айтем правильную минус так так понятно я создал проверяю name добавляю только делал вот он добавляю description ордер айтем теоретически мне здесь нужно было написать name а вот почему я name не написал я подумал что его нету на самом деле она здесь должно иметь center ну вот теперь у меня все сработает давайте запустим и проверим в конце концов что это свалилась базу данных и будем на этом завершать так я создаю ордер один так мы проверяем сейчас статус у нас где он статус драфт дальше добавляем один проверяем статус драфт добавляем второй на статус драфт вот добавили теперь смотрим статус у нас стал in work айтемов потому что два дальше я пытаюсь установить статус complete смотрим статус complete то есть логика опять же отработала но и дальше мы это сохраняем базу данных и возвращаем окей а теперь соответственно мы можем сказать да и нам ордеры из базы данных и увидит что вот он сохранился и в общем то все работает так как в принципе и предполагалось ну что друзья надо отметить что и этот вариант и этот вариант имеет место быть другой вариант что вот этот вот самый ордер с айтем то есть анемик думаю моду он более распространен потому что можно наворачивать логику по ходу действия вот эти вот ордер менеджер который я тут создал это может быть несколько разных классов например с бизнес процессы связаны с собой по-разному имеют находятся в разных сервисах то есть если вы это все напихаете в одну модель это будет ну не камиль фода во первых вторых юнит тестирования можно будет разложить на части во вторых вот этот вот прохождение бизнес-процессов можно автоматизировать да где-то в одном месте в другом но в общем то надо сказать что есть и минусы потому что никто мне не помешает создать ордер вот таким вот способом ордер равен ордер да что такое и это как бы вот нужно понимать что вот вот это вот большой большой минус потому что вашу бизнес-логику можно обойти ну другими словами можно собственно грамм и другие варианты использования сделать и фабрики и фабричные методы и билдеры существуют для этого специальные паттерны который позволяет это сделать самом деле без использования подхода речь до майн моду ну что же друзья на этом будем заканчивать я думаю что вы собственно говоря поняли о чем я говорил о том что можно и тот и тот подход использовать и иногда можно быть только лучше один иногда лучше может быть только другой и иногда можно использовать и оба подхода но при этом нужно учитывать вот это вот раскидывание бизнес логики по разным подходом просто главное следить за этим внимательно но очень больших проектов это сделать сложно на маленьких проектах это делается элементарно на этом все всего хорошего пишите комментарии и правильный код.